Привет, девчонки! Это Маша. В сегодняшнем видео я хочу поделиться еще одним способом сделать металлизированный стемпинг. Если помните, в одном из недавних видео я показывала специальный гель-лак для литья. Элис Браун называется стики-гель. Так вот, я как-то вечерком поймала музу, и мы с ней понапридумывали целую кучу классных и, главное, простых дизайнов для этого стики-геля. И если вы поддержите тему в комментариях, то я покажу еще какой-то прикольный вариант дизайна. Ну а сегодня давайте литье и стемпинг. Вот такой вариант. Если вы, в общем, любите такие дизайны, то в описании я для вас оставлю ссылочку на видео о том, как сделать металлический стемпинг с помощью зеркальной втирки. Это другая техника. А сейчас я сразу хочу провести параллель и сравнить две техники металлического стемпинга. С втирками эффект получается более шероховатый, но более четкий, и работать можно абсолютно любыми пластинами, которые вообще сами по себе работают. Для литья же нужно подобрать рисунок стемпинга. Я об этом расскажу чуть подробнее дальше. Возможно, не везде удастся добиться супер четкого контура, но, в общем, блеск металла получается более глянцевым. Давайте подготовим ноготки, и я покажу данную технику дизайна подробнее. Вот с чем пришла клиентка. Ссылочку на этот дизайн я тоже оставлю в описании, так как девушка говорит, что этот маникюр собирал очень много комплиментов, и вот такой градиент привлекает очень много внимания. В общем, у нее ручной труд и достаточно проблемная ногтевая пластина. Она влажная, тонкая и очень гибкая. Далеко не каждая база хорошо работает на этих ручках, и отслойки для данной клиентки это обычное дело. Их 100% нет, только если ногти укреплены чем-то жестким. Ну, нам, например, облюбовался акригель. Наверное, в кадре не так видны отслойки, как мне живьем. Они есть, очень небольшие, но есть. Гель-лак мы снимаем, все отслойки замечаем и зачищаем. Кроме того, нужно по максимуму снять объем старой базы, так как в этот раз мы будем делать укрепление акригелем. И если вы уверены в своих силах, то можно снимать по максимуму фрезером. Если нет, то остатки всегда можно доработать пилочкой. При укреплении акригелем, даже в технике без опила, нам все равно нужно будет пройтись пилкой по торцу, так как акригель на торце в процессе носки затирается вместе с гель-лаком, и это выглядит не очень эстетично. Поэтому, если форма и длина ногтей не меняется, то сильно, прям усердно форму пилкой можно не прорабатывать. Оформляем торец уже после того, как мы сделали укрепление. То есть мы и форму сделали, и убрали лишний акригель. Но поскольку я укорачиваю длиной, и мне все равно нужно помахать пилкой, то я сразу вывожу правильную форму. Маникюр выполняю полностью аппаратный, используя красную свечу и грушку. Среди общего числа проблем с акригелем у многих встречаются отслойки у кутикулы. Чистый маникюр это одна из причин. Скажем так, если какие-то недочеты с гель-лаком еще могут прокатить, то с акригелем уже нет. И коль уж говорить об отслойках акригеля у кутикулы, есть еще одна причина. Это когда акригель залазит за пределы слоя базы. Ну, например, когда базу нанесли неглубоко, а кромка акригеля у кутикулы идет по натуральному ногтю. Также еще это может быть, если слишком много жидкости затекало под кутикулу при выравнивании. Эта жидкость всегда с частичками акригеля, если в таких случаях после сушки пошуршать под кутикулой апельсиновой палочкой, там можно найти кое-что интересненькое. Я показывала как-то это в одном из своих видео. Короче, под кутикулой не должно быть ничего ни до, ни после укрепления. И самой кутикулы тоже быть не должно, так как не зря техника называется без опила. Мы пилкой поверхность не опиливаем, значит кутикулу не повреждаем. Теперь, собственно, само укрепление. Под укрепление акригелем я достаточно тонко наношу базу для кирлака. Сейчас это рабор база Фокс. Я всегда наношу под укрепление базу. В данном случае подойдет любая пластичная база, которая вам нравится. Что касается акригеля, сейчас я использую четвертый номер акригеля Фокс. Я уже рассказывала в предыдущих видео, что для выравнивания нужен акригель, которым можно выгладить идеальный блик. И по моим наблюдениям, чаще всего это акригели не мелкого помола. Фокс как раз такой. На нем видно следы от запила, но зато он очень легко выравнивается. Это важно для выравнивания. Кончики слегка дорабатываем пилкой. Если есть что под ногтем, убираем. Сводим на нет торец и доводим форму до конечного завершенного вида. Теперь дизайн. Помните стейки гель по одному из прошлых видео? На него круто клеится фольга, им можно даже рисовать тонкие линии. И как оказалось, делать стемпинг. Когда я делала прошлый обзор, то еще этого не знала, поэтому делюсь с вами сейчас. Но, как я говорила в начале видео, нужно подобрать пластину. Например, вот этот рисунок получается очень хорошо. Гравировка достаточно глубокая, линии рисунка не слишком тонкие. И, в общем, получается очень круто. Вот это уже не подходит. Недостаточно отчетливый рисунок. Танковат, мелковат, не то. Но сразу скажу, что рисунки со слишком большой толщиной или площадью элементов тоже, скорее всего, не подойдут. Как и в любой технике, есть свои преимущества, есть свои недостатки. Но мое дело их озвучить. Преимущество это, наверное, тот самый металлический эффект стемпинга, которого можно добиться. С втирками получается не так, если втирать на стемпинг слишком много блеска вокруг. А вдруг, а если втирать на штамп и печатать краской, то эффект скорее шиммерный, чем металлический. Пока все это дело наносим тонко базу. Я напоминаю, что на искусственный материал можно наносить гель-лак без слоя базы. Но на укрепление к гелям я все же наношу тоненько базу для того, чтобы она немного амортизировала гель-лак на торцах. И практика показала, что так торцы не затираются. Тонкого слоя более чем достаточно. То есть не делаем лишнюю толщину. Также тонко наношу Элис Браун номер 244. Я когда-то вам уже показывала дизайн с этим же цветом. Ну и в этот раз клиентка тоже его облюбовала. Ну а что, он сейчас модный. По-моему, это очень стильный, классный цвет. И для такого дизайна, как сегодня, подходит просто идеально. Если вам интересно посмотреть еще варианты дизайна для этого цвета, то я оставлю для вас ссылочку в описании. Под дизайн я ничего не наношу. Просто тщательно снимаю липкий слой. Так как акригель уже камуфлирующий. И сам по себе цвет довольно-таки хороший. Можно забафить немножко. Но в общем это не обязательно. И делаю стемпинг. Этот гель-лак достаточно густой для данных целей. Если бы это было цветное покрытие, то, конечно, плотности пигмента гель-лака не хватило бы для насыщенной картинки. Пусть даже она и была бы четкой. Но прелесть стики геля в том, что он одинаково равномерной липкости на любом слое. И этой липкости хватает для литья. Я просушила 30 секунд и отпечатываю фольга от Эми. С кожей эта штука стирается обычным клинсером и ватным диском или ватной палочкой. Короче, без каких-либо проблем. Поэтому я сейчас на этот счет не парюсь. Если где-то вдруг на рисунке прилип лишний кусочек фольги, то мы проходим вся апельсиновая палочка. Это нефтирка и лишние отлетают очень легко. Щеткой тереть рисунок не рискнула, как обычный стемпинг, чтобы не поцарапать металл. И еще один элемент дизайна. Я, конечно, планировала сделать это сразу, но, честно говоря, немножко втыканула. Провожу линии там, где кончается стемпинг и будет начинаться гирлак. Тоже сушу и тоже отпечатываю. Встык с золотой линией я наношу зеленый гирлак. Приятно, что он плотненький. Можно сделать все быстро и может быть даже в один слой. Но я все равно наношу всегда в два, потому что, не знаю, наверное, это на уровне подсознания. Так красивее получается. Перекрываем все глянцевым топом. У Элис Браун он достаточно пластичный, при том, что без липкого слоя. А кусочки зеленого на дизайне перекрываем матовым. Матовый тоже от бренда Элис Браун. Вы под видео часто про этот топ спрашиваете, когда я не называю марку. Но в последнее время как-то за него зацепилась. И довольно-таки часто использую. Он неплохо показал себя в носке. Вот еще один способ готов. Нужно разочек засесть. Это брать пластины, которые работают. А это, в общем-то, не проблема, если знаешь, что ищешь. И, в принципе, дизайн не напряженный. Стильно, красиво, минималистично. Без особых художеств. Порисуем в следующий раз. Я всегда рада видеть ваши работы по моим видяшкам. Делитесь ими в инстаграм с хэштегом Маша Крейт. Я их смотрю, лайкаю и делюсь тут в конце видео. Поставьте этому видео лайк, если вам понравилось. Вопросики я жду в комментариях. Не забудьте там же в комментариях отметить, нравится вам такая техника или не нравится, чтобы я знала снимать еще один вариант дизайна или не снимать. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых моих видяшках. Ну и, конечно же, присоединяйтесь ко мне в инстаграм и в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого!